Куда пойдет доллар? Давайте посмотрим, что можно сделать совершенно интересную конструкцию при помощи опционов, которая не зависит от того, увеличится доллар или уменьшится. Вообще ничего не произойдет. Если доллар вырастет, то мои денежки вырастут. Если доллар упадет, то мои денежки тоже вырастут. Как это сделать, смотрите в этом видео. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, почему я занимаюсь опционами? Потому что опционы позволяют сделать совершенно нетривиальные конструкции. Смотрите, если, скажем, доллар к рублю вырастет, то логично купить доллары. Но если доллар к рублю упадет, то логично, наоборот, продать доллары. Но для этого и существует срочный рынок, потому что на срочном рынке нет понятия кредита. Мы можем как в шорт, так и в лонг покупать фьючерсы на доллары и таким образом зарабатывать. В любом случае, если доллар вырастет, то мы купили доллар и потом продали подороже. Таким образом мы получили прибыль. А если доллар упадет, то мы можем продать фьючерс, если мы думаем, что доллар упадет. И в случае падения этот фьючерс, этот шорт принесет нам такую же прибыль. Но если мы думаем, что, например, доллар вырастет, а мы не угадали, доллар упал, то мы получим вместо прибыли что? Убыточек. Ну и наоборот. То есть мы не знаем, куда пойдет доллар, и мы просто полагаемся на какие-то факторы, на какие-то интуиции, которые часто, очень часто нас будут подводить. А есть такой инструмент, как опционы и опционные стратегии, которые говорят, что можно построить такую конструкцию, когда абсолютно пофигу, куда пойдет доллар. Вот посмотрите сейчас. Ну, у меня, я торгую, вы знаете, индекс МРТС. Я говорил об этом в предыдущем видео. Почему я торгую индексом МРТС, потому что там самая минимальная комиссия на 1 рубль. Что такое индекс МРТС? Это то же самое, что доллар, только наоборот. То есть если доллар падает, индекс МРТС растет. Если доллар к рублю растет, то значит индекс МРТС падает. Фактически, ну, все наоборот. Поэтому, смотрите, вот он вот у меня, по этой оси стоит индекс МРТС. То есть вот сюда он будет расти, в эту сторону, а сюда падать. А вот по этой оси у меня стоит моя прибыль. Смотрите, если индекс МРТС будет падать, то вы видите, моя прибыль будет расти. А если индекс МРТС будет расти, то моя прибыль тоже будет расти. То есть, смотрите, если я покупаю фьючерс, то если я угадал, фьючерс вырос, я получил прибыль. Если не угадал, у меня убытки. Здесь опционная стратегия. Если фьючерс вырос, то я получаю прибыль. Если фьючерс упал, я тоже получаю прибыль. Вот в чем кайф. А когда же я получаю убытки? А убытки я получу только если он никуда не сдвинется. Вот. Если он не изменится. Тут я получаю убытки. Вот, посмотрите, если завтра он никуда не сдвинется, то у меня было сейчас столько денежек, а опустится вот сюда. То есть у меня станет на 2000 меньше. То есть здесь тоже есть определенные риски. Но зато если он вырастет, а он сейчас растет, смотрите, и я уже сдвинулся. То есть у меня вот здесь вот была вот эта красная линия. Вот эта линия – это текущий курс, где мы сейчас находимся. И она отклоняется то вправо, то влево. Вот. Вот какая штука опциона и почему я этим занимаюсь. Потому что, ну, я не знаю, куда он пойдет, доллар, куда пойдет индекс РТС. Мне сейчас надо ехать в Москву. Поэтому я построил вот такую конструкцию. Сколько она мне стоила? А ничего она мне не стоила, потому что, смотрите, если ничего никуда не сдвинется, то у меня вот такая конструкция. Это то, что у меня будет на момент экспирации. На момент экспирации, если он никуда не двинется, то я получу прибыль. Ну, а если он сдвинется, то, в общем-то, вот она вот яма и вот она яма. Но я же не буду, как бы, смотреть на это безучастно. Я буду двигать эти позиции и поднимать. Вы помните, что я поднимаю полочку вот эту. Сейчас она у меня вот такая. Вот у меня ноль, видите? Прибыль ноль. И если сюда пойдет, то прибыль будет увеличиваться. Если сюда пойдет, то прибыль будет увеличиваться. Смотрим на красную линию. Еще раз. Значит, красная линия то, что сегодня происходит. Голубая линия то, что будет завтра. Ну, а вот эта ломаная линия то, что будет на момент экспирации. Просто вот, ну, опционы – это такая штука. Видите, да? Неважно, куда пойдет. Можно управлять ею ими очень-очень тонко. Вот у меня сейчас фактически куплено 0,28 фьючерса. И количество этих фьючерсов будет, если индекс будет расти, оно будет увеличиваться. Количество фьючерсов, то есть это ускорение, грубо говоря, будет уменьшаться. Вот такая штука. Как этим заниматься, как это делать. Ну, это вообще увлекательная штука. Я рассказываю на своем курсе. По опционам это просто фантастиш. Понимаете? То есть вы покупаете не просто, скажем, доллары, а доллары, которые ускоряются. Вот. Или, значит, рубли, которые ускоряются тоже. Ускорение, понимаете? То есть, ну, вот это вот вообще другое все. Здесь все нелинейное, поэтому это крайне интересно. Это очень здорово, если вы научитесь это представлять, воображать. Именно на этом у меня акцент в курсе по опционам. Это очень-очень интересно для тех, кто поймет. И на этом можно достаточно много зарабатывать. С другой стороны, я могу сказать, что если вы ничего не понимаете в опционах, лучше не соваться, потому что риск здесь тоже огромный. Поэтому вот важно управлять вот этими вот линиями, которые, вот видите, вот гладенько, 0,29 фьючерсов. Ну, вообще великолепно. Ну, вот такая штука. Изучить опционы можно, я рассказываю, и создал, в общем, самый лучший курс в интернете, наверное. Ну, по крайней мере, по такой цене. Поэтому приобретайте курс и начинайте изучать удивительный мир биржевых опционов. Не путать с бинарными. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. И с вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале.